Музыка Общественный фонд Сельская консультационная служба Джалабад Предлагает помощь сельчанам по развитию сельского хозяйства и предпринимательства на юге Кыргызстана Организация была создана в 1999 году и является одной из сети независимых сельских консультационных служб, действующих по всей Кыргызской республике Через свою сеть областных и районных консультантов по всей Джалабадской области СКС Джа имеет широкий охват и свое присутствие в сельских местностях Давайте рассмотрим несколько примеров СКС Джа содействует в обеспечении доступа фермеров к качественным средствам сельскохозяйственного производства Вместе с консультациями по их подбору и правильному использованию В 2000 году я начал сотрудничать с СКС Джа Участвовал на тренингах по качественным семенам и борьбе с вредителями и многому научился До этого мы не знали, что использовать против вредителей и теряли большую часть урожая Когда мы получили консультации от СКС Джа и стали следовать за их рекомендациями, мы получили хорошие результаты За это время Амурадбек стал местным лидером по выращиванию овощей И даже стал производить и продавать свои собственные овощные семена Применяя органические удобрения, севооборот с люцерной и дифферсификацию культур Он улучшил почву на своем участке и добился хорошего сельскохозяйственного производства Теплицы позволяют фермерам продлить вегетационный период и производить различные виды овощей В то время, когда спрос и рыночная цена очень высокая В этой теплице Сариджан выращивает огурцы сорт Арзу Теперь он собирает и продает по 50-80 килограммов огурцов в день Весной цена за килограмм была 80-100 сомов В настоящее время, в июне, она до 20-25 сомов Это приносит хороший доход фермерам Видя большой потенциал тепличного хозяйства, СКС Джа предлагает тренинги по строительству и управлению теплиц Для заинтересованных фермеров и компаний Кроме того, фермеры могут получить различные типы системы капельного орошения Которая включает услугу установки и консультации по его использованию Для улучшения и обеспечения фермеров высококачественными семенами СКС Джа создала семенные фонды для поставки семян раннего картофеля Озимой пшеницы, ячменя и кукурузы Члены семенных фондов прошли необходимое обучение по улучшенным технологиям выращивания культур СКС Джа реализовала различные мероприятия в отдаленном горном Чаткальском районе В том числе кредитование от микрокредитного агентства Бешарал Мы поддерживаем сельских женщин на развитие их приусадебного огорода и малое фермерское хозяйство Ежемесячно они платят только проценты И только после сбора урожая они выплачивают основную сумму Это очень удобно для простых фермеров В течение последних лет женские группы, которые заняты в овощеводстве, переработке фруктов и овощей, мероприятий по рукоделию, получили поддержку в Чаткальском районе СКС Джа оказала помощь сельским жителям в реабилитации и строительстве ирригационной инфраструктуры Сотрудники Ассоциации водопользователей прошли практические тренинги по строительству гидросооружений, по техническим и управленческим вопросам Раньше этот канал зарастал камышом, из-за которого мы не могли получать достаточно воды и ежегодно приходилось очищать С этого канала орошается 120 газемель и обеспечивается 240 фермеров СКС Джа организовала ремонтное строительство каналов Теперь обеспечение водой существенно улучшилось СКС Джа организовала ремонтное строительство Тагаев Искумбай – владелец племенного хозяйства овец гисарской породы в селе Барпы Гисарская порода очень устойчивая и производит отличное мясо В летние месяцы овец отправляют на отдаленные высокогорные пастбища, недалеко от Казарма После распада Советского Союза для улучшения условий жизни мы привезли овец породы гисар из Узбекистана и Таджикистана С 2002 года мы получаем консультации и поддержку от СКС Джа Овцы гисарской породы хорошо адаптированы к нашим условиям и имеют высокую производительность Более 90% территории Кыргызстана составляют багарные земли Деградация земель возрастает и распространяется на обширные территории Реабилитация таких земель наряду с другими мерами требует лесовозобновления путем посадки подходящих видов деревьев и кустарников Саженцы деревьев, посаженные на багарных участках, первый год обычно требуют орошения, но в отдаленных местах это зачастую очень трудно На открытых местностях или склонах без доступа к поливной воде метод сбора дождевой воды может стать очень полезным Подземные колодцы для накопления и хранения дождевой воды, для которых используются пластиковые пленки, стали очень подходящими и экономически эффективным вариантом Цель проекта «Мое процветающее хозяйство» – повышение практических сельскохозяйственных навыков молодых людей путем включения сельскохозяйственных мероприятий в учебные программы школ В проекте учителя и ученики узнают, как можно использовать 100 квадратных метров огорода, инвестируя сумму около 1500 часов и как стать успешными фермерами в течение 5 лет, ежегодно инвестируя часть прибыли от урожая в расширение деятельности В 2010 году был создан Институт молодых консультантов по сельскому хозяйству СКСД, который состоит из числа студентов и выпускников университета Молодежь зачастую более открыто обсуждает проблемы, связанные с текущей практикой использования природных ресурсов, чтобы узнать о новых идеях и подходах Инвестирование в молодежь является инвестицией в будущее Продолжение следует...